Должен быть зонтик, вместо зонтика у нас бумажка. Я открываю для себя такую маленькую дырку. Я упираюсь ногой, ну что, помягче нельзя что-то сделать, чтобы было покомфортнее. Пошел, 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 пошел. Друзья, всем привет! Иногда мне говорят, ты японодрочер. У тебя на канале одни японцы, очень мало вага и очень мало ассортимента в плане обзора машин. Я вас слышу, я всегда читаю ваши комментарии, поэтому у нас сегодня будет Шкода Кодиак. Давайте сразу вам объясню. Я делал сториз в инстаграм нашего канала, где спрашивал вас, есть ли владелец, который будет готов дать автомобиль на тест-драйв. Владелеца не было, но периодически про этот автомобиль очень часто спрашивают. Поэтому я обратился к одному из официальных дилеров, это автоспеццентр группы компаний, который мне автомобиль предоставила. Я знаю, что у некоторых бытует мнение, если автомобиль дилерский, значит обзор проплачен. Нет, ни в коем случае. С этой группой компаний я очень давно знаком. Он сам у них покупал автомобиль, поэтому попросил, дали машину, даже не просили что-то нахваливать, умалчивать. В общем, сегодня мы постараемся сделать все честно и объективно, но выводы делать только вам. Погнали! Что волнует каждого из нас перед покупкой автомобиля? Ну, конечно же, цена. Вот давайте сейчас на этом подробненько остановимся. В нашем случае автомобиль идет в комплектации Style 2 литра под капотом, турбодизель, 150 сил. Стоит 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DQ500. Какая бывает самая минимальная версия на сегодняшний день в России? Это двигатель 1.4 на 125 сил с механической коробкой передач с передним приводом. Такой автомобиль доступен сегодня по цене от 1 миллиона 389 тысяч рублей. Общаясь с официальными дилерами, они заявляют следующее, что эта машина крайне нерентабельна и невостребована. К слову о кризисе. Многие говорят, что цены на машины выросли. Никто бюджетные машины базовые не покупает. При этом на эту базовую версию они говорят, что даже можно сделать дополнительную скидку от салона. То есть самую пустую версию можно забрать за 1 миллион 350 тысяч рублей. Вот такие версии с двухлитровыми моторами наиболее востребованы. Самая средняя такая комплектация, которую берут, обходится примерно 1 миллион 900-2 миллиона 100 тысяч рублей. Естественно, есть комплектации самые дорогие, то есть со всеми возможными топ-оборудованиями. Они вам обойдутся примерно под 3 миллиона рублей. Ну давайте округлю. С учетом скидочки 2 800-2 900. Это будет самая-самая жирная комплектация. В 2017 году автомобиль начали завозить в Россию. Изначально это были чешские сборки с двухлитровыми моторами. Машины действительно были очень дорогие по цене. С нашего текущего года, в 2018, начали собирать автомобили в России. И ценник реально упал. То есть появились бюджетные версии. Глядя на этот автомобиль, что можно сказать? Ну кто что в нем видит? Некоторые видят там некое сходство с Тигуаном. Кто-то видит такой, знаешь, кроссовер Октавию. Кто-то видит там суперп Тигуан, Йети, Помеси. Некоторые в силуэтах автомобиля просматривают Q7. Автомобиль построен на платформе MQB. Что тут говорить? У каждого человека есть свое мнение. Вы можете посмотреть на автомобиль и сказать, он вам нравится, он вам не нравится. Когда вот только анонсировали по фотографиям, он мне дико понравился на самом деле. Я на него смотрел. Когда он приехал в автосалоны, я приехал, сел. И тут мое настроение немного изменилось. Но до этого мы даем чуть позже. Что в нашем случае есть? Хорошая оптика, диодная, она достойно освещает дорогу. Если взять базовую версию, естественно, там будет галоген. Кодиак, я думаю, уже многие смотрели на него обзоры. То есть это, знаешь, такая помесь, какая-то порода бурых медведей. Разновидность из медведей. При этом, вот давайте будем идти последовательно. Плюсы-минусы. Автомобиль преподносится как паркетник полноценный. То есть даже с внедорожными качествами. При этом клиренс в нашем случае 187 миллиметров. Свес передний еще плюс-минус нормальный. Задний свес похуже. О чем это говорит? Если этот автомобиль рассматривать с точки зрения бездорожья. Ну, у всех бездорожье свое. Некоторые считают поездку от дома до дачи по проселочной дороге уже бездорожьем. Некоторые же любят заехать прям вот по самой не балуйся. Вот так вот. И пробуксовывать, гоняй. Здесь стоит муфта Haldex. Одни говорят, что это говно, а не муфта. Другие говорят, что это достойная муфта, уже там себя зарекомендовавшая. Если рассматривать автомобиль для повседневной езды, то есть все как обычно, выпал снег, вы выехали с двора, приехали на дачу, грязная дорога, там грязь, да, вы проехали по ней. Он с этими возможностями будет справляться на отличном. В обычном штатном режиме полный приют работает по принципу 95 спереди, 5% назад. Но бывает и так, что он на 60% может кинуть назад. Здесь все сугубо индивидуально, ну, то есть в зависимости от условий дорожных. Но в любом случае не забываем о том, что это марка Skoda. И, соответственно, предполагать о том, что человек купит автомобиль за 2 миллиона, чтобы его насиловать на бездорожье, я думаю, точно такого не будет. Хотя доля процентов фанатов марки Skoda наверняка есть, которые покупают машину несостоятельной, им не страшно куда-то заехать. Я же считаю, да и многие уже показали, что этот автомобиль достойен для города, ну, и для легкого бездорожья. В любом случае, купите его, выкатите его в поле, поснимайте, посмотреть, как будет работать. Менеджеры рассказывают одно. Вот мы заезжали, 5 минут мы буксовали, ничего у нас не перегрелось, все работало нормально. Есть версия Scout, которая сделана с оттенком на более повышенную внедорожность. Она отличается тем, что у нее клиренс выше на 6 миллиметров, будет 194 миллиметра дорожный просвет. У нее здесь будет идти дополнительная накладка, и у нее будет идти защита днища больше. То есть различные магистрали. В общем, много чего будет засечено специально для того, что вроде как вы выехали на бездорожье, и вы ничего нигде не оторвали. Но эта версия гораздо дороже обходится. И опять-таки, смотрите, если рассматривать автомобиль как внедорожник, 194 миллиметра для бездорожья, Энкрузеры 200 идут с дорожным просветом, 225-230 миллиметров. Это те машины, которые хорошо себя зарекомендовали на бездорожье. Да, многие скажут, ну что ты сравниваешь 2 миллиона и 5 миллиона. Но тем не менее, это показывает о том, что автомобиль больше предназначен для городской езды и для бездорожья в кавычках. Если посмотреть, что нас встречает под капотом. Изначально сразу газоупорные держатели, это удобно. На самом деле, всегда удобно, обращая на это внимание. Вот идут двигатели объемом 1,4 литра турбовые. Есть с механической коробкой передачи. Есть с роботизированной 6-ступенчатой коробкой передачи DSG. DQ250, мокрая. В нашем случае идет двигатель двухлитровый. То есть есть турбодизель, как у нас, и есть бензиновый. Они тоже идут с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передачи. И там индекс идет DQ500. Вот давайте кратенько затронем тему DSG. Я прекрасно понимаю, что одни скажут, что DSG для них это все на всю жизнь это говно. Другие скажут, блин, вы надоели просто гнать на DSG, потому что это уже совсем другая коробка. Да и индексы у нас об этом говорят. DQ250 и уж тем более DQ500 в целом зарекомендовали себя хорошо. Естественно, можно найти какой-то заводской брак, где будет на них поломки. Я даже находил такие отзывы, но не на этом автомобиле, не конкретно на Skoda Kodiaq. Если даже вдруг она сломается, сами прекрасно понимаете, что запросто это можно понять по гарантии. Тем не менее, я зашел на Авторуб посмотреть просто, продаются ли автомобили. Да, уже есть продажи и 17-й год с пробегом, и 18-й год с пробегом. И многие скажут, блин, ну как классно, там, небольшой пробег, можно купить бэушную, сэкономить немножко. Друзья, вот к слову о нашем спонсоре. Автокод, вот обязательно, всегда все автомобили перед покупкой проверяйте. Вот я вам показываю пару отчетов, вот даже вот одного будет достаточно, где машины находятся в залоге. И сейчас очень много машин именно Kodiaq, которые при продаже находятся в залоге. То есть люди их берут в кредиты, потом что-то не срастается, и начинается старая песня о главном. Купил, расписался, деньги забрал, уехал. Поэтому всегда будьте внимательны, прежде чем вы покупаете абсолютно любой автомобиль, по максимуму везде проверяйте. Неважно, кто его продает, порядочный парень, официальный дилер, или еще кто-то, нужно проверять. Обманов очень много. Если поговорить про динамику моторов, ну смотрите, опять-таки, одни говорят, я ездил на 1,4, тестировал, меня полностью автомобиль устроил, со своими задачами справляется. Если рассматривать роботизированную коробку, там динамика разгона будет примерно 10,7 секунд. Если рассматривать механическую коробку, там динамика разгона 9,7 секунд. В нашем случае стоит турбодизель. Я когда его брал, думал то, что, блин, ну турбодизель на Кодиаке, наверное, это что-то будет интересное. Нифига! Разгон 10,2, на газ нажимаешь, разгоняется очень плавно, при этом крутящий момент здесь 340. Извиняюсь за выражение, если, конечно, его раздрочить, просто гонять, гонять, гонять на нем, то прыгать он маленечко будет. Но, опять же, 10,2 какая-то динамика разгона, это маловато. Плюс один, что этот автомобиль можно чипануть. Тогда он поедет совсем по-другому. В любом случае, если рассматривать двигатель 2 литра на 180 сил, ну там уже поинтереснее. Там паспортный разгон 8 секунд. Какой расход у этого мотора? Заявленный расход в городе примерно 8 литров. На трассе того там литров 6-100% на этом автомобиле вкладываться можно. И при этом напоминаю вам то, что его можно чипануть, и машинка поедет куда интереснее. За что здесь переживать? Ну, с кем общаюсь, так читаю отзывы. Нареканий, жалоб от людей, что что-то сломалось, нет никаких. Так, знаешь, легкие мелочи. У кого-то хром чуть-чуть облез. Кому-то не нравится интерьер автомобиля, отделочные материалы. Но до этого мы даем чуть позже. В остальном же, в подкапотном пространстве говорить больше нечего. Двигатель вы можете выбрать под себя. Обязательно приходите, тестируйте. Потому что для кого-то 1,4 хватит. Кому-то 2 литров будет все равно мало. И он будет пытаться чипануть, чтобы машина поехала и вовсе 0,3 до 100. Идем потихонечку дальше. Подвеска у нас передняя, независимая амортизационная стойка типа Макферсон. Задняя независимая многорычажная. Как я сказал, дорожный просвет у нас 187 мм. Тормозные диски обычные, вентилируемые. Присаживаться в автомобиль удобно. Вот на самом деле габариты вы его сейчас видите на экране. Двери тяжеленькие. Вот здесь у нас должен быть зонтик. Вместо зонтика у нас бумажка. Зонтик лежит в багажнике. Вот Шкода, знаешь, тот автомобиль, который наверняка понравится тем, кто любит все-таки фишечки, ништячки, какие-то мелочи. Вот подойди, пожалуйста, поближе. Вот обычно есть детский замок, который нужно где-то там переквыркнуть, нажать что-то. Здесь же сделано вот как. Уже здесь у тебя все идет сразу. Раз, нажал. Одну, вторую дверь ты закрыл детским замком. Здесь же у нас все такая ворсистая поверхность. Некоторые говорят, типа, нафига она нужна? Да, это на самом деле плюс, потому что ты какую-нибудь отвертку положил, мелочь положил, тебе меньше будет брончать. Шумоизоляция в автомобиле, я удивился, но реально на уровне. Но до этого дойдем мы чуть позже, когда пойдем с вами кататься. Обратите внимание, третий ряд сидений. Это далеко не во всех комплектациях, то есть это отдельная, скажем так, опция. Вот сейчас, покажи, сидение настроено так, что я сажусь сам за собой. Присаживаюсь, и вроде бы места достаточно. Вот этот вот столик, знаешь, вот он такой стрёмный, с такими звуками. Я так понял, что это нормально, что он с такими звуками открывается. Можно ехать, но не знаю, для кого сделал. Ну, есть он удобно, там, не знаю, компьютер поставил, поигрался, не знаю, поел что-то. Трехзонный климат-контроль у нас, дополнительные подогревы, то есть с точки зрения укомплектованности, там, зарядки, да, розетки, все есть. То есть в этом плане Шкода, конечно, вообще молодцы. Шторочки, да, ты присел в автомобиль, опа, ну, комфортно. То есть есть что посмотреть, есть чем побаловаться. Но третий ряд сидений, это, конечно, просто убийство какое-то. Вот смотрите, как я сижу, да, сам за собой. Чтобы мне сесть назад, и только для детей там место сделано, но тут обратите внимание, чтобы попасть сюда, да, я открываю для себя такую маленькую дырку, залазю сюда. Залазить очень тяжело на самом деле, хоть я и не толстый, как вы знаете. Вот, сажусь сам за собой, да, вот чтобы такому человеку, как я сзади, было удобно сидеть, блин, непривычно сначала. Чтобы было удобно сидеть, картина будет следующая. Вот, все. То есть я сам за собой сижу удобно, но вот сейчас мне здесь сидеть вообще неудобно. То есть я вот уперся вот так. Ну, вы понимаете, у меня рост метр восемьдесят. Вот в таком режиме, да, еще плюс-минус нормально. Но опять-таки я практически в потолок упираюсь. Если где-то мы скаканем на какой-то кочке, я реально влуплюсь в него. Он мягкий. То есть вбиться будет норм. Для детей. То есть здесь тоже наговаривают, лишь с него не нужно. Естественно, если ты дурак, посадишь на своего жирного друга, какого-нибудь кабана, ну, ты просто над ним будешь издеваться, он тебе здесь все зашаркает ногами, будет крайне неудобно ему сидеть. А так детишек посадил сзади какие-нибудь родители, там, ну, тоже не толстые, и поехал в путешествие в какое-то недальнее. То есть по городу вообще отлично будет передвигаться. Я вылазил, наступаю сюда, то есть это специально даже сделано, вон, ребристая поверхность. То есть вы понимаете, вот эту часть детишки, ваш любимый угандос по полной программе. Оптика, вообще задний вид. На самом деле у автомобиля симпатичный. Я думаю, многие согласятся, что фонари свою роль играют. 4.4 шильдики, открываются у нас кнопочки. Естественно, есть версия, где багажник будет обычный механический. Вот такой у нас получается объем багажника. Естественно, мы можем сложить детские сидения. И в таком случае у нас сейчас получится объем багажника 680 литров. Если сложить второй ряд сидений, там будет порядка, ну, почти около 2000 литров. Вот смотрите, что такое Шкода. Что вот многим нравится, когда я сказал, да, что-то покопаться, посмотреть. Откидываем вот эту часть, и вот здесь начинаются всякие ништячки из серии. Так, что у нас? Вот зонтик у нас лежит алюминиевый, который шел в комплекте. И часть шторка, которую можно установить, да. Плед идет, я не знаю, как это, пакет какой-то, наверное, теплый, пакет теплый. Два пледа, пожалуйста. При этом вот здесь, я не знаю, что это, откуда это взялось. Держатели там для телефона, для планшета тоже валяются. Тросы в комплекте идут. В общем-то, заглушки различного рода. Ну, смотрите, такие ниши с левой стороны есть. При этом у нас дополнительно остается запасное колесо. Это докатка идет, домкраты и так далее. Все есть. В общем, тем, кто любит, знаешь, покопаться, там раз фонарик взял, там посветил, пошел, походил. Для вас здесь будет раздолье. Крючочки, фигочки. В общем, загрузить багажник. Поначалу какая-то новая тачка, ты там будешь, блин, вот это положил, вот это убрал. Удовольствие будешь получать. Розеточка также есть, можно выехать. То есть, вот такой у нас автомобиль получается. Значит, что плюс? Эргономика большая, да, есть различного рода возможностей. Автомобиль современный. Небольшой расход у этого автомобиля будет. Такие минусы. Ну, подделочные материалы. Все-таки в нашей стране машина условно дорогая, 2 миллиона за комплектацию, даже 2,150, как в нашем случае стоит машина. Ну, вот всякие какие-то эти пластики. Многие на это жалуются. То есть, говорят, блин, вот хотелось бы получше. При этом, при этом, все, кто передвигаются на автомобилях, говорят то, что ничего не скрипит, ничего не шумит. Машина теплая, завел, поехал. То есть, удовольствие получают. Хотите премиум класс? Пожалуйста, есть Lexus для вас, есть для вас, там, не знаю, BMW, дорогие, он X7 скоро приедет. Но совсем другой бюджет. Поехали, покатаемся, посмотрим, какой интерьер нас встречает. И посмотрим, какие эмоции подарит этот автомобиль от управления им в городе. Присаживаемся в автомобиль. Второй раз уже снимаем тест-драйв, потому что мы все сняли, но звук мы не записали. Это чисто в нашем стиле бывает такое. Значит, что я хочу вам рассказать про этот автомобиль. Вот смотрите, присаживаясь в машину, нас здесь встречает полноценный мультимедийный дисплей, который можно даже назвать планшетом. Почему? Вы можете подключить ваш телефон к нему. То есть, все различные CarPlay, Mirror Link, здесь все будет работать. Вы можете купить более продвинутую версию, где будет уже идти штатная навигация, и она довольно-таки очень хорошая. Если говорить за качество отделочных материалов по салону. Друзья, ну здесь, как обычно, одни говорят, что все говно, пластик жесткий, да, но он действительно жесткий, такой бренчащий, если по нему подолбить. Вот эта часть тоже жесткая, да. Казалось бы, я упираюсь ногой, но что, помягче нельзя что сделать, чтобы было покомфортнее. Вот пластик, вот черный рояльный лак, да. Когда новая машина, ты приходишь, все будет блестеть, ты сядешь, вау, класс, вот эта часть интересная, сделан этот узорчик. Ну так, приятный интерьерчик. Музыка у нас стоит дополнительная, да, Кентон. Играет нормально, я не меломан, ну, играет и играет, то есть, не говно. Ну, с другой стороны, знаешь, я сошусь в эту машину, ну, не знаю, вот нету в ней вот чего-то такого, чтобы я сказал, блин, вот мне нравится. Вроде бы неплохо, но у меня лично к ней душа не лежит. Я бы ее себе не купил. В тот же самый момент рекомендовал бы я ее к покупке кому-то. Ну, в целом, да, если вы фанат марки, почему нет? Все, что нужно. Смотрите, полноценный дисплей, камеры, круговой обзор четкий, реально хорошо показывают. Вот ты включаешь, например, заднюю передачу, да, на парковке музыку, сразу становится тише, чтобы ты не отвлекался. Зеркало право опускается вниз. То есть комфорт, да? Вот здесь у нас идет управление климат-контролем, раздельный, там, подогревы, все, что нужно, тоже все есть. Селектор передач в виде джойстика сделан. Вот у меня ассоциация всегда с ним, как будто это какой, знаешь, ну, как будто игра компьютерная идет, вот ты на вертолете сейчас будешь летать. В детстве такие были. Автохолд. Работает очень хорошо. Сколько мы катаемся, например, знаешь, притормаживаешь, он тебя лучше понимает. Вот на некоторых машинах едешь, притормаживаешь, он уже думает, что все это остановилось, он схватывает, и ты как бы встаешь. То есть, знаешь, такая небезопасная езда получается. Все остальное, в принципе, достойно. Шумоизоляцию автомобиля, да, ну, давайте отправимся прокатиться с вами. Вот я когда смотрел вообще так вот пару роликов за машиной, что другие люди говорят, все говорят, тут шумка, 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 шумка. Я думаю, блин, ну, какая тут шумка? Покатавшись, понял, то, что до 100 в городе вообще реально очень хорошая шумка. Опять-таки, если включить музыку, передвигаться там, знаешь, ну, круто. Звук работает двигателя дизельного. Когда ты останавливаешься, где-то на светофоре стоишь, если у тебя все выключено, да, его слышно. При движении, то есть, ну, работает он ровно, никаких вопросов не возникает. Разгон у нас паспортный, 10,2 секунды, крутящий момент 340 ньютонов, да. Но это очень мало. То есть, вот, допустим, мы выезжаем, да, у нас сейчас скорость 20. Вот я газ в пол просто нажимаю, секундная задержка, ну, такой легкий рывок есть. Если мы то же самое повторим, 60 километров, ничего не произойдет, просто он будет разгоняться, ну, как бы, знаешь, даже не чувствует какого-то рывка наперед. Самая крутая версия, это 2 литра 180 сил для этого автомобиля, бензиновый, там разгон 8 секунд, то там, я думаю, будет интересным. Но не забываем о том, что здесь можно чипануть моторчик, поедет он поинтереснее. Ну, штатная, так скажем так, стоковая версия особо каких-то эмоций мне лично не дарит. Передвигаешь, ну, нормально. В чем плюс? То, что жестенькая подвеска, да, собранная. То есть, передвигаться, там, перестраиваться, да, на автомобиле очень круто, да. Оператор, конечно, будет летать, но поверьте, просто на слово. Вот перестраиваться из ряда в ряд, здесь никаких проблем нету, прям действительно кайфуешь. На неких японских автомобилях это будет дискомфортнее. Другие скажут, но зато вот проезды там неровностей, жестче отрабатывает подвеска, да, жестче. Но в нашем случае мы живем Москва, Московская область. Здесь дороги стали, ну, действительно, хорошие. И для меня больше важно получать удовольствие от ровных дорог, нежели чем думать о том, что вот 5% дорог остаются убитыми, и я по ним буду как-то ездить, мне будет там жестковато, некомфортно. Поэтому важно понимать, где вы живете, какие у вас дороги, и делать выводы, стоит вам его покупать или нет. По динамике, да, мы выходим в ряд. Пошел, 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 пошел. Я, конечно, не люблю так ездить, потому что повсюду камеры. У нас еще стоит контроль за занимаемой полосой, и он периодически не дает мне встраиваться влево, в правую сторону. Нужно его отключать. Но, тем не менее, погоняться можно на машине, ну, подчеркиваю, вот 2 литра дизель, друзья, для игривого настроения это постоянно тапка в пол. Вот постоянно будет тапка в пол. Вы знаете, да, что я сейчас езжу на камере 3,5, там я в пол не нажимаю. То есть, я там топлю на педальку, и машина уже лупит. Если нажимать там в пол, там совсем другие эмоции, но не будем сравнивать, да, 3,5 литра атмосферник и вот этот вот 2-литровый турбовый моторчик. Маленький такой, 150 сил. При этом до 100 едем, да, у нас все выключено, в машине реально тихо. То есть, вот от колеса где-то слышно, там шум. У нас колеса 18-е стоят. Я бы вот от себя, может быть, сделал бы только шум куарок дополнительный. Я думаю, этого было бы достаточно. Расход средний. Вот наш компьютер бортовой показатель 11,1. То есть, он то падает, то поднимается. Мы то до 12 доходим, то он до 10 падает. Ну, подчеркиваю, автомобиль тестовый. В реале, если ездить на этом автомобиле постоянно, я думаю, расход здесь будет в районе там 8-9 литров в городе. Десятка, это прям уже много будет. Что входит в эту комплектацию, даже перечислять не буду. До пакета, все это вы можете прочитать на сайте. Шкоды также. Вы можете сами собрать любую комплектацию под себя. На этом мы останавливаемся. Не будем. Факт в том, что все, что вы видите сейчас в кадре, это 2 миллиона 150 тысяч. У нас электропривод сидений, у нас кожаный салон, у нас, например, под сидением, под этим, под передним, идет блок управления, назовем его так. А в обычных вершинах там идет коробочка, куда еще что-то можно дополнительно положить. Подлокотник. Маленький, да, ну, реально маленький. То есть, тоже такой, думаешь, вроде бы здесь все круто смотрится, но вот эти подстаканники вообще как-то убого выглядят опять тоже под рукой, прямо здесь. То есть, если какой-то стаканчик из Макдонуса, высокий возьмешь, с Кока-Колы, ну, будет неудобно, реально. Приборная панель у нас обычная. Если вам нравится вот так вот интерьер, да, эргономика, я думаю, вы будете получать приятные ощущения и эмоции от автомобиля. Пока что, сколько я читал, нареканий такие, знаешь, ну, мелкие, типа, из серии люди говорят, вот там жестковато. Думаю, что, блин, жестковато. Для меня это, наоборот, только в плюс. Вот серьезно говорю, для них минус, для меня это плюс. В тот же самый момент, что меня защищать? Мне на эту Шкоду похеру вообще абсолютно. Вот как есть, как вижу, так и говорю. Я думаю, вы со мной согласитесь. Коробки, да, засирай там. Здесь стоит DQ500, попроще в версии идут там DQ250, но все равно это обе хорошие коробки. Это, то есть, не семиступенчатые вот эти вот сухие, которые вот реально, блядь, говнище. В этом плане сказать, что здесь DSG херовый, я так не могу сказать. То есть, если вы можете, ну, напишите в комментариях, хотя постоянно, да, есть люди, которым DSG все, они не разбираются. Чего там, какой индекс, похеру. Если DSG, то автоматом говно. Внутреннее салонное зеркало, вообще маленькое. Такое ощущение, знаешь, маркетинговый ход специально сделали, чтобы побольше пространства чувствовалось. Потому что, когда в машину садишься, реально все, так вот места, прямо вот здесь, как будто очень много. То есть, такие спорные ощущения. Вот мне, например, машина вроде бы нравится, вот как вот едет она хорошо, ну, я имею в виду с точки зрения управляемости. Ну, вот купил бы я ее себе, в Шкоде почему-то душа не лежит. Хотя Octavia, вот мне больше всего нравится из всего модельного ряда Шкоды. Пришло время сделать выводы. Назвать этот автомобиль говном, ну, я лично не могу. Назвать его лидером среди конкурентов и нужно бежать за ним, я тоже не могу. Кому понравится этот автомобиль? Ну, в первую очередь, фанатам марки, фанатам Vaga в целом. Кому не понравится этот автомобиль? Тем, кто любит более премиальные бренды, кто любит BMW, пусть бушный, но BMW, кто любит Mercedes, кто любит, пусть даже ту же самую Audi, ну, какую-нибудь там Q7, к примеру. То есть для вас она покажется более простенькой, некой какой-то, знаешь, дешевой машиной. С другой же стороны, покупая этот автомобиль в районе 2 миллионов рублей среднюю комплектацию, вы получите достаточно богатый набор опций. Вы получите третий ряд сидений, куда вы сможете писать в ваших детей. Вы можете купить самую базовую версию по цене 1 миллион 400 тысяч рублей, в которой уже будет также кондиционер, в ней будет подогрев передних сидений, в ней будет музыка стоять. То есть сел, завел, поехал. Покупать этот автомобиль или нет, выводы здесь делать только вам. Я хочу сказать огромное спасибо компании ASC Коширка за предоставленный автомобиль. И подчеркну, что никто, никакой текст мне не пишет. Все, что я высказываю в этом видеоролике, это мое сугубое личное мнение. Если вы считаете иначе, обязательно напишите в комментариях, выскажите ваше мнение там. Друзья, обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала, подписывайтесь на сам канал. Впереди у нас много интересных роликов. Пишите ваше мнение, давайте в вашем сайте, какой автомобиль нам еще взять на тест. У меня на этом пока что все. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока.